Почему это важно? Демократия – устройство, которое гарантирует, что мы будем управляться не лучше, чем мы заслуживаем. Ну, в том числе, да, конечно. Бернард Шоу. Понятно. Знаете, за что я его не люблю? За то, что он сказал про Сталина. Очень приятный человек, когда приезжал сюда. Да, затлевать. То есть, там, деятели культуры, есть дискуссия, хотя Шоу, конечно, еще и политик, да, ну, они, 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 как дети, когда… Их легко обманули, так, вообще. Конечно, когда в большую политику они попадают на Сидна, как дети. Английская политика, та, левая политика, в которой был Шоу, она практически была такой эксцентрической политикой, поэтому она и политикой не была. Поэтому он, он деятель культуры и искусства, которого Сталин обманул, как десятки других и все. Но ведь в чем демонизм этой фразы, что мы заслуживаем тех, кто нас имеет? Нет. Ну, 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 ну есть идея как осчастливить кого бы то ни было да он он подчиняет это идея всем и поскольку эта идея о счастье у него тормозов то нет абсолютно как же вы уже все должны меня любить я же ведь про хорошее про вечное а это шаг такому тоталитаризму все там проколыли в студенский такой же был про керинского ничего не знаю просто но то есть я знаю что он был про его личную и студент же хотя чтобы все любили выступал везде с бантами а кто не хочет из политиков что чтобы его все любили но это понятно же это это и хлеб это их способ делать власть через любовь масса 30 будет день памяти жертв политических репрессий и вы что-то будете делать лично организовывать что-то у нас знаете в гражданском сообществе перми все поделено кто за что отвечает мемориал отвечает за репрессии поэтому на этом будет заниматься я может быть схожу по присутствую может быть нет но очень это там за тюрьмы отвечает правосудительный центр мы там отвечаем за интернат и за детей там за социалку там и так далее то есть 536 вам понравилось в этом году меня в этом году не был как и так такое событие какую мне кажется очень душевное событие какое-то событие там же постоянно чем происходит пилорама но она во-первых ежегодно в бактериях она мне не нравится вот поэтому почему это старый раз ну да понятно это для меня старый разговор для в основном разговоре мне изначально мне нравится как развиваются из москвы казалось очень неприличными когда я был лично там это понятно то есть личные люди еще да нет это понятно бы приличные люди все понятно не в этом дело просто и я пытаюсь относиться ко всему как ресурсу то есть я оцениваю ресурсоемкость да вот вот что можно из этого взять для кого-то блага на то есть этот музей как музей репрессии он в россии кроме там корсти московских пожилых интеллигентов никому нафиг не нужен у нас нету спроса на покаяние представления по поводу сталинского режима все нету этого спроса людям это все по барабану то есть этот музей он абсолютно пустом месте но он есть замечательно хорошо поэтому из него нужно создать создавать реальный там центр как я еще 15 назад про это говорил центр вот современного инакомыслия современного вот не копаться там бесконечно быть тех самых там в репрессиях там и так далее да а использовать эту площадку там старого подавленного инакомыслия для того чтобы на нем цвело это самое новое инакомыслия а там у меня жена там грамотно сказать такая летняя дача для московских правозащитников все не более того у нас настоящих буйных три чайка и обчелся у нас в регионе а в стране реально этот музей может стать конечно национальным центром инакомыслия причем инакомыслия не только политического любого то есть тут можно долго собирать которые иначе думают от древинизме там можно химиков там собирать которые иначе думают там о чем-то мной так далее там не говорят что про политику и так далее то есть вот в этом музее в этом месте это было бы уместно это получалось бы это и так далее но понятно но это рисковый проект там туда все пятое и десятое но это вот это вот единственный для меня смысл если это про инакомыслие про репрессии по пропадавлении инакомыслия то все нужно обращать современность а не копаться там а там историки их нельзя в этом винить они не могут жить настоящим они просто но они так устроены и хлеб весь в прошлом поэтому и музей этот он родился как прошлая вещь и живет как прошлая вещь и умрет как прошлая вещь а молодежный мемориал устраивал на берегу реки в лагерь для иностранцев он всегда его устраивает уже лет лет уже двенадцать я был там это не может стать как бы основой того что о чем вы говорите не может может но потому что иностранцы там эти дети приезжают что не приезжают у них не а если нормальный туман и наши будут приезжать антинашисты да нет они могут приезжать только не туда зачем будут приезжать ведь проблема ведь не том чтобы их туда согнать а в том чем это будет заниматься а это очень серьезно это дело понять чем они там могут заниматься что это могут сочинять там нужно что-то сочинять нужно растить там на 6 тысяч на автобусах привозят дорого поцам и куда денежки есть у них а тут вот директа не будет привести да почему вот как раз здесь и можно брать нормальные там западные деньги может быть не у государственных а у частных фондов но это можно делать более того там если это все раскрутится все эти постепенно я думаю там полуподпольные и местные темы в курсе а в свое время путин тенка у разогнал сейчас как у нас нет все-таки никого он там не разгонял это все нашедал это был бизнес такой не у него а у нескольких нко российских да которые блин которые зарабатывают деньги на репрессиях в отношении гражданского общества понимаете то есть они описывают бесконечно эти репрессии им платят деньги за то что они описывают репрессии они снова описывают и снова по этот деньги за то что они их описывают но вот я вот здесь и родились лучше я репрессировал помните она она слабазян и и слушайте но но нельзя возить 10 тысяч этих самых вот просто в карманах когда по закону это не положено ну то есть как бы ну понятно что ты живешь во вражеском государстве ты должна вести себя соответствующим образом но чего лохом то быть тут совсем то вот я знаю что и что меня здесь там все власти ненавидят ну там не все там а многие да вот и и я думаю мне же в голову не придет что я то вот там вот расслабленным должен здесь жить я должен быть сконцентрированным я должен бояться чтобы меня поставят там сям там но я в россии и живу я не они живут в россии знаю что здесь нет демократии а ведут себя так будто здесь все просто не знаю там франция какая-то и получают за это и и правильный режим режим для того чтобы держать нас в тонусе надо соответствовать как тут на днях они хвастаются репрессиями на днях был митинг на пушкинской площади я смотрел прямом эфире на свободе вот там как раз об этом говорили разные деятели наши позиционные что надо не то чтобы быть в тонусе а как бы по-солдатски себя вести ну конечно само собой все правильно вот кто там редко там это говорят молодцы а что это это или кто-то молодец он не дурак он не из этого поколения вообще у меня если осталась любовь к политику так это к владимиру рыжкова да но ему такого темперамента баждыского не хватает это так всем хорошо он разумный настоящий социал-демократ он кстати как раз мы упражненный либерал в этом смысле вот если там ну как смотрите он сколько раз избирался поэтому не от партии а сам ну да понятно нет так он ну он он видно разумный честный человек да вот как бы вот чего бы он там не говорил его его можно выбирать просто так сказать за лицо за харизму там и так далее видимо там я думаю что и за него женщины среднего возраста голосуют но может еще любят интеллигенты тем и меня нет но это само собой то есть это тем что заговорят по разным но мне нравим а дворская да она также как я сидит в своей конуре вещать прямом эфире нет но она актеру в этом в этом спектре политическом тут мне написали мои бывшие коллеги телевизионные что те легко тут свобода слова сидишь в своей конуре и тяпкаешь нам-то тяжелее вот их выбор это опять таки точно жалеть их типов уважаемые телезрители вас сейчас семь человек час пять стало ждем от вас какие-то каких-то реплик что ли поддержите нашего гостя а вот уже проснулись поддерживаю про инакомыслия смотрите потом записи есть о чем задуматься то есть люди просто позже пришли жаль вас россияне и украинцев тоже жаль попали мы с вами то есть у нас украины смотрит мы там мы попали есть ненормальные чехов за пиндю попали нет но это что сторона если так все будет продолжаться она не жилец это понятно проблема в том что люди не имеют возможности этого почувствовать из-за нефти так сам начал бы понятно вот на него посмотришь и все еще ясно это этот янукович нет я сейчас про наших говорю про янукович про украинцев это там вообще я про них ничего не понимаю какой сталин да забудьте вы о нем ли забот больше нет действительно да нет все забыли нормально солидарен и не нужна новая элита это вот ваш старый лозунг под разными у нас появляется у нас под разными формулировками вот легко требовать нужны новые формы до таких предупреждения нет эти вот я здесь все-таки ну я все-таки по образованию историк да то есть и социолог чему и социолог да что такое промышленная социология это конфликтология у вас второе образование мы тут там социология труда как общественное отношение в трудовом процессе сквозь были социологом на заводе за время тех пор остаетесь семье я считаю нет но в козу народом в какой-то степени наверно тогда нет делаем не с народом а просто то есть но все но приятно там относиться к чему-то к чему-то к реальному чем к выдуманным что он любит реально завода сейчас их нет нет конечно какие-то там чем говорится ведь не нужна новая это то есть и я здесь исхожу из того что его невозможно выдумать это понятно да но я я просто чувствую то есть вот понятно что подкрадываются новое поколение вот которые региористом в 80-х годах и и и понятно что я чуть-чуть там с этими с 25-30 летними общаюсь да понятно что они уже но гораздо более здоровее чем здоровее в смысле там духовно здоровее там политически здоровение не морально вот о чем вы говорите посмотришь на этих репортеров молодых на госканалах не это же но но журналисты во всех странах мира это прошу прощения но всегда это очень специальная публика да то есть это ну то есть журналист это это человек который обрекает себя на профессиональную тупость поскольку он должен постоянно говорить на одном языке с народом заказчиком да да заказчики могут быть умные а когда они глупы нет а на кой черту умному заказчику человек который говорит не на народном языке как только говорит так что его там никто за своего не держит из читателей там из них или еще кого не все поэтому журналисты это это не показатель это всего лишь профессия поэтому они могут быть хоть какими и к правилу это зрелище малоприятное в быту это профессионально поверхностные люди в этом их плюс безусловно этот фейсбук организовали группу закрытую пермский пресс-клуб вот там и видно у каждого дурость его какое зрелище интереснее вам скажу ну я думаю то что любой профессиональный клуб создать в рамках любой корпорации там то же самое когда это да да профессиональное извращение